Когда я делаю сантехнику, инженерную сантехнику, то есть два пути. Либо люди выбирают и делают отдельными бригадами все это дело, либо люди ищут тех, кто сделает сразу всю сантехнику и отделку, если людям так это нужно. Чтобы сделать отделку разными бригадами, есть два пути. Путь первый, это искать частных мастеров по отдельности. Ответственного мастера отдельно плиточника, отдельно сантехника, отдельно отделочника, гипрочника, я не знаю. Либо нанимать бригаду. Бригаду это, скорее всего, будет человек, который следит за этой бригадой. Не, скорее всего, а 100%. Соответственно, такой заказ будет стоить чуть дороже. Но в этом случае есть один значительный плюс, что этот человек, по большому счету, отвечает за весь конечный результат. То есть так удобнее работать для заказчика. Но так дороже, гораздо дороже, но гораздо удобнее и эффективнее. Где-то полгода назад мы сделали инженерную сантехнику. Провели. Задача была сделать открытую разводку, ничего в стены не штробить. Сейчас я объясню, где, что и как, почему так сделано. Сделали ремонт и пригласили нас на чистовую установку сантехники. Рука устала. Чистовая сантехника, это, ну, я всегда отдельно. То есть инженерная часть отдельных денег стоит, чистовая отдельно. Для того, чтобы люди могли либо установить сами, либо пригласить другого мастера. Ну, чтобы не ждали. Так как я привык работать с человеком, ну, если доходит дело до установки чистовой, то у меня есть друг, который занимается дорогими ремонтами. То есть сделать ремонт качественно. Я знаю, как установить сантехнику. Я прихожу, бывает устанавливаю сантехнику, помогаю ему. Либо, если его мастера не справляются. Пришел сюда, я вижу следующую картину и сейчас объясню, что не так. Вначале я не хотел это снимать, но в итоге решил. Значит, вот это душевой трап. Трап здесь, ну, как сказать, не сухой сифон, а там шторки есть, чтобы не было запаса, когда долго никто не пользуется. Вот это все было в трапе мастера. Как так? Зачем? Зачем это кидать в трап? Я не понимаю. Да. Дальше. Вот подготовлен трап. Осталось вот только туда вставить. Что я вижу? Вот, смотрите. Идеально все становится. Квадратик вырезан. Ну, как он вырезан? Наверное, вот так вот лучше будет показать. Я его ставлю сюда. Он просто не встает. Вот здесь вот на плитку, здесь на плитку, а здесь вот такой вот зазор. Это керамогранит. Как это поставить? Что делать вот с такой вот отделкой чистовой, я не понимаю. Здесь я уже начал закручивать эксцентрики. Вот эта водорозетка смотрит вот сюда. Не вот так вот, а вот так вот она смотрит. Я попробовал смеситель вроде бы накручивать, но это просто капец. Вот, смотрите, здесь утоплено, здесь торчит. Вот это лючок. Здесь установлен счетчик. Была задача оставить штатный редуктор давления, штатный кран. Кран до конца не открывается, было рекомендовано заменить. Ноль эмоций. Вот у нас все прекрасно. Вроде бы люк должен нести функцию доступ к крану, к фильтру, к редуктору, к счетчику. Но вот у нас пришла пора, допустим, заменить счетчик. Как его менять? Я вот вижу верхнюю гайку и нижнюю. Как я сюда закрепил ключ? Ну, не я, а любой другой мастер. Ну, это просто нереально. То есть люди, которые делают отделку, не понимают, зачем они делают эту отделку. Они не понимают, зачем они делают вот этот вот люк. Вот это короб. В коробе здесь лежит труба канализации, коллекторная разводка и трубы на все остальные источники. Дырочки вырезаны, квадратики. Почему трубы не заштреблены стены? Потому что стенка 4 сантиметра, вентиляционная камера. Вот это вот все, куча вентиляционных камер. Вот все это пространство. Туда заштребить нереально. Ну, реально, но будет дырка. Трубки все смотрели ровно. Взяли, заделали. Все стоит косо. Труба стоит, смотрит вверх. Как она смотрит вверх? Зачем она смотрит так высоко? И что теперь? Она как сделана? Она под напряжением. Если я сейчас достану, чтобы сделать короче, обратно в короб я ее не ставлю. Здесь вырезано все квадратиками. Почему здесь полукруг не вырезать? Почему здесь нельзя делать полукруг? Почему не сделать, чтобы тут ровнее было, вот сюда? Я не знаю, почему так все? Не то, что почему, а не должно быть так. Нужно смотреть, что вы делаете. Кому вы делаете, для кого вы делаете, для чего вы делаете. Вы делаете для людей. Под инсталляцию. Тот болт входит нормально, этот болт не закрутить. Почему он не закрутит? Потому что он идет под углом. То есть там не показать. Он идет не вот так вот, а он закручивается вот так вот. Потому что вот в этом месте мешает плитка. То есть здесь вот выпил нужно вот в этом месте. Выпил сделан зачем-то сюда вместо того, чтобы сделать его сюда. Сделали ради того, чтобы сделать, а не для того, чтобы пользоваться этим. Счетчик холодной воды, тоже самое. Плохо видно, но что поделать. Кран, редуктор давления, счетчик. Вот он счетчик, вот она верхняя гайка, нижняя гайка. Что хотите делать из нижней гайки, как хотите меняйте. Придет пора менять счетчики, эта пора наступит через 4-5 лет. Ну потому что дом сдан, не только что. Этот короб придется разбирать. Приятно? Мне кажется приятного мало. Коллектор. Здесь стоит установлена инсталляция. Коллекторная разводка. Что я вижу? Я вижу фильтр магистральный раз, фильтр магистральный два. И коллектор горячей воды. Как я буду пользоваться, как будет пользоваться заказчик коллектором горячей воды? Вот так вот лазить туда? Как он будет фильтр менять? Вот там запорный кран. Это горячая вода в воду от стояка. То есть вот люк вот такой, вместо того, чтобы сделать выше хотя бы и ниже, чтобы можно было... Ну выкручу я этот фильтр, как я его достану? Мне его надо выдвинуть сюда. Как я это буду делать? Я не понимаю, о чем люди думают, когда делают такие штуки. А здесь вот инсталляция стоит. Если бы они сделали люк до инсталляции, как раз таки, чтобы была бы прекрасна возможность достать фильтр, фильтрующий элемент поменять. Это что-то застык. Это что застык такой? Ну это к отделке, ладно, я тут не должен к этому придираться, но... Когда ты приходишь устанавливать сантехнику чистовую и видишь вот такое вот, там не загрузить шпильку. Здесь непонятно, как пользоваться. Здесь непонятно, как у меня счетчик. И здесь непонятно, как у меня в дальнейшем у меня счетчик. И ты не можешь поставить трамп. Это какой-то капец. Смотрите, радиаторы. В каком положении стоят краны? Зачем это так сделали? Зачем, главное вопрос, вот там мусор лежит? Что нельзя было накрыть хотя бы пакетиками, если заглушек нет? Если отделочникам что-то непонятно, почему не позвонить сантехнику или не сказать заказчику, что так и так не понимаем, тут надо что-то делать? Нет, блин, делается так, чтобы моя хата с края. Я сделал горение с синим пламенем потом. Отделочники даже не знали, что вот это здесь не надо, чтобы заглушить, чтобы снять батарею. Надо просто взять, поставить этот бинокль и закрыть здесь краны. В бинокль. Все. Теперь воду можно включать, здесь не будет воды.